А-а-а, give me, give me love, а-а-а, give me, give me love. В общем, как вы уже поняли по позывным, речь у нас сегодня пойдет о Донье Кабе «Здравствуйте». Да, в начале каждого своего видео Донья включает песенку. Но, как говорится, всегда нужно читать между строк. О чем эта песня? Песня о том, что женщина молит, умоляет своего мужчину дать ей хоть немножко любви. Просит женщина о любви. Взывает к своему возлюбленному. Но, я так понимаю, возлюбленный не может и не хочет дать женщине того, о чем она молит. А ведь любовь – это тот минимум, на который мы можем рассчитывать или надеяться, по крайней мере, в этой жизни бесплатно. За все остальное в этой жизни, к сожалению, нужно платить. Такова сейчас целя Ви. И начал эту дискуссию я неспроста, потому что эту тему подняли на своих каналах Марьям, обзорщица, и Нина из Камина. Тоже своего рода обзорщица, эксперт по узкоспециальным вопросам, касающимся Ютуба, жизни на Ютубе, а также шоу-бизнеса. И я уже предчувствую, что от Нины мне прилетит за исполнение песенки в начале этого видео. Потому что каждый раз, когда я пытаюсь что-нибудь напевать, что-нибудь насвистывать, исполнять какие-то отрывки песен, тут же появляется Нина из Камина, как мама из киноленты «Москва слезам не верит». И начинает кричать «Гошенька, ля! Ты фальшивишь! Гошенька, ля!» Ну, ничего страшного, я не певец, я не музыкант. В любом случае, тема действительно интересная. Кто за что должен платить? Я не буду сейчас вдаваться в подробности. Я прослушал обзор Марьям и ее аргументы. Посмотрел Нину из Камина. Вы знаете, я по-простому на все это смотрю. К сожалению, в случае с Доней и Кабе все идет по накатанной. Доня же сама сказала, что по сравнению с тем, сколько она тратила на Вильяма, на Джованни, то, что она тратит на Селимона, это вообще копейки, это вообще ни о чем. Там она миллионы положила, а тут, по возможности, какие-то тысяченки. Тут тысяченка, там тысяченка и все. По мелочи, короче говоря, да, помогла купить машину, да, купила айфон, да, привозит какие-то подарки, там, наушники, да, кормит, да, поит, да, вывозит на круизы. Но дом она пока еще, например, Селимону не построила. Ну, как говорится, какие наши годы, то ли еще будет. Судя по тому, как Доня пляшет, на ней пахать надо. Она еще построит особняк, а если не построит, то ей этот особняк обязательно кто-нибудь подарит. Например, та же Мила. Тем более, что Мила грозилась, что обязательно подарит огромный особняк в колониальном стиле. И заселит туда Селимона с Доней, и будет за ними наблюдать, как большой брат. Короче говоря, все еще впереди, жизнь только начинается. Да, не построила Доня особняк Селимону, но зато сделала ему квартирку. Да, с руками, можно сказать, оторвала эту квартирку уродни. И заселилась туда, и все там устроила так, как нравится Селимону. Интимный душ и кингсайз, все по высшему разряду. И раз мы уже заговорили о квартирах, то Доня провернула неплохое дельце. Когда была в Москве в прошлый раз, она продала квартиру дочери. Нам, конечно, Доня заливала, что она поехала в Москву, потому что увидела грустные глаза отца. Полный слез. Она ему позвонила по видеосвязи. На нее посмотрел отец грустным взглядом и сказал ей, что скучает по ней. И Доня тут же все побросала и рванула срочно в Москву. Но, как выясняется, Доня поехала в Москву не просто так. Ей нужно было продать квартиру дочери, выписаться из этой квартиры, прописаться у родителей. Именно поэтому к родителям она заезжала на 2-3 дня. Это очень долго для Дони. Обычно она приезжает максимум на день, а иногда и на несколько часов. То есть утром приехала, а вечером уже уезжает. А тут она застряла у родителей аж на несколько дней. Ну вот нужно было прописаться. Квартиру дочери продали. И Доня отцапала себе тоже какую-то часть суммы. Миллион уж точно она прикарманила. Именно на этот миллион она гуляла. То есть это где-то 10 тысяч долларов. Сходила в парикмахерскую. Отвалила там 35-40 тысяч рубликов. Ходила по кафе, по ресторанам. Ходила на концерты. Ну и осталось еще немножко на Селимона. Селимона тоже нужно гулять. Селимон просто так не будет сидеть. Да, нам рассказывают сказку про то, что Доня будет как настоящая баронесса. Как настоящая графиня. Как женщина с большой буквы «Ж». Сидеть в подушках, как пупс. И смотреть в окно, как только Селимон приедет в Соединенные Штаты. Будет работать. Будет упахиваться. Будет вести себя, как настоящий мужчина. Потому что он дал слово «мужчина». И тут мы возвращаемся к теме, которую подняли Марьяма Нинаукамина. Как настоящий мужчина с большой буквы «М». Селимон будет пахать в поте лица. Будет работать. Будет содержать свою жену. Какие к нему претензии? Он же вам говорит, что он настоящий мужчина. Просто сейчас конъюнктура. И экономическая ситуация в Турции не позволяет ему сейчас зарабатывать достаточно, чтобы содержать еще и свою жену. Он и так содержит семью и весь свой многочисленный клан. Нет. Селимон живет по принципу «За граница нам поможет». Гуманитарную помощь еще пока никто не отменял. И вот Донья выступает в качестве этой гуманитарной помощи. Бесконечные денежные переводы. Подарки, мешки, чемоданы, которые прет Донья с собою. В общем, короче говоря, Селимон пока что не может, ну не может он себя вести так, как ведет себя по его собственным убеждениям настоящий мужчина. Но как только он приедет, там он нам всем покажет. Вы все будете просить прощения. Вы все будете молить нас о том, говорит Донья, чтобы мы вас простили, когда Селимон приедет и покажет вам, как мы на самом деле живем. И я, наконец-таки, отдохну. Я не буду вкалывать за троих, как я это делаю сейчас. В общем, короче говоря, нужно просто дождаться приезда Селимона. Ну, а если говорить серьезно, то, вы знаете, я не буду оригинальным. Это я, опять-таки, возвращаюсь к дискуссии про то, как должен себя вести в отношениях мужчина, как должна вести себя женщина. На этот вопрос существуют разные взгляды. У Марьям один взгляд, у Нины из камина другой взгляд. Я не буду оригинальным. Я считаю, что, по крайней мере, когда мы оглядываемся назад и смотрим, как вообще это на самом деле работает, то в случае, когда в отношениях один из партнеров, будь то мужчина или женщина, намного старше второго партнера, старше этого партнера на целую жизнь, то, как правило, раскошеливается тот, кто постарше. Ну, по крайней мере, практика это показывает. Чем-то мне Донья Кабе напоминает Раневскую из пьесы «Вишневый сад», когда она, разорившись, пожив на Лазурном берегу, пожив в Париже, вернулась, наконец-таки, в свое поместье, которое тоже вот-вот уйдет с молотка. Да, Краневская тоже ведь вспоминает каких-то там молодых любовников, какого-то молодого любовника, на которого она потратила все свои сбережения. То есть это все старо как мир, и неважно, кто тут мужчина или женщина. В общем, короче говоря, практика показывает, что есть женщины, которые готовы платить, особенно если это женщина старше, а мужчина намного моложе. И наоборот. И да, Марьям поставила вопрос ребром. Кто у нас добывает мамонта? Кто должен добывать мамонта? Ну, если вопрос ставить так, то, конечно же, Донья Кабе. Кто из этих двух, если выбирать между Селимоном и Доней Кабе, пойдет и добудет мамонта? Ну, серьезно. Если Селимон от собак убегает. Конечно же, Донья. Донья пойдет, добудет мамонта. И она добывала всегда мамонта. И она всех за собой тащила. Правда, потом вот как-то так сложилось, что она распродает недвижимость детей, чтобы вложить, опять-таки, в свои отношения. То есть ни стыда, ни совести. Но Донья это все аргументированно объясняет. Понимаете, ни к чему не подкопаешься. Донья говорит, ну а как так? Конечно, я часть денег возьму себе. Ведь я эту квартиру дочери в свое время покупала. Я вложила свои деньги. И значит, получается, что это мои деньги, и я имею право их снова взад потребовать. Это, конечно, что-то с чем-то. Я просто диву даюсь, когда я наблюдаю за этой семейной динамикой. Я все время говорю, встряхните вашу мать. Встряхните кто-нибудь ее. Но мне говорят, что нет. Мать должна жить так, как она хочет. Она никому ничего не должна. Она должна только быть счастливой, довольной. И она должна наслаждаться этой жизнью в любой форме. Ну вот она и наслаждается. Наслаждается по полной программе. Потому что Донья, которая сейчас все еще находится на трансатлантическом круизе. То есть в трансатлантическом круизе. Пустилась в пляс. Донья пляшет. Донья не отстает от молодежи и от других старичков на судне. Донья отставляет ножку, поднимает вверх руки. Чем-то напоминает персонаж Ноны Мордюковой в киноленте «Бриллиантовая рука». Там ведь, кстати, тоже в начале фильма был круиз. Помните? «Стамбул. Город контрастов». Вот прям фильм в руку. В общем, Донья не отставала от молодежи. Донья отставляла ножку. Донья взмахивала руками и крутилась вокруг своей оси. Потом устала, присела и показала нам, как она, сидя, тоже трясет ножками. Это тоже танец. Это тоже элемент танца. В общем, короче говоря, Донья разошлась не на шутку. Ей там даже написали, мол, а как же муж? Разве он не будет вас ругать за то, что вы снова пляшете, за то, что вы снова прыгаете там на палубе? Я у него не спросила. Ответила Донья. В общем, короче говоря, помимо танцев, Донья изо всех сил пытается показать нам людей толстых и плохо одетых. Например, Донья иногда садится выпить кофейку, а камеру направляет на прохожих мимо людей. И мы там видим тоже полных людей. Людей, которые проходят мимо в каких-то балахонах. Кого-то уже везут на кресле-каталке. В общем, короче говоря, Донья показывает нам контингент с тем, чтобы на их фоне выглядеть еще ого-го. Выглядеть молодой, выглядеть элегантной. Кстати, Донья там кто-то написал, мол, Донья, что случилось? Это мусульманское платье, в котором вы все время ходите. Оно сидит на вас вплотную. Ведь когда вы его покупали, оно сидело на вас свободно. Оно болталось на вас, как балахон. А сейчас оно натянуто, как барабан. В нем ни дыхнуть, ни пернуть. Что произошло? В чем причина? А причина в том, что Донья пристрастилась к полуношным посиделкам за чашечкой чая с прилагающимися к этому чаю пиццей и пастой. Донья тут открыла для себя станцию с пастой. Подходишь, тыкаешь. Хочу это, хочу то. Тебе все это при тебе же. Подогревают, туда кладут, все намешивают, заливают соусом и выдают тебе огромную тарелку с горой пасты. Там и тефтельки, там и соус, там и грибочки. Все, как Донья любит. Навернув эту пасту, Донья потопала к станции с пиццей. Но с кисляком Донья констатировала, что нет той пиццы, которая ей нравится. Ей нравится пицца, где грибочки, где зелень, а там сплошная колбаса. Ну, ничего не поделаешь. Донья взяла два куска пиццы. И, кстати, на этот раз Донья нам не показывала. Мол, смотрите, вот моя ладошка, а вот пицца. Там пицца была, ого-го, она еле умещалась на тарелке. Так что Донья, навернув пиццы, опять запив все чайком. То есть это считается как чаепитие. Чаепитие с кусочком пиццы. Чаепитие с небольшой порцией пасты. Это только то, что Донья нам показала. Мы с вами прекрасно знаем, что Донья показывает нам только часть той еды, которую она поглощает каждый день. То есть там уже речь идет не о двухразовом питании, на котором Донья настаивала, и даже не о трехразовом, но, видимо, либо четырех, либо пятиразовое питание, плюс перекусы. Вот такая диета сейчас у Доньи КБ, но ей нужно наесть. Ей нужно отбить эти деньги, которые она заплатила за этот круиз. То есть наесть на большую сумму, чем та сумма, которую она заплатила. Это простая арифметика, простая экономика. В общем, короче говоря, все это я рассказываю не для того, чтобы посмеяться на Донне и КБ, не для того, чтобы ее высмеять. А рассказываю я это в связи с той темой, которую мы изначально заявили, а именно в связи с постулатом, в связи с заявлением о том, что на Донне нужно пахать. Потому что мы все с вами прекрасно помним. Сейчас мы уйдем немножко в историю. Раз у нас сегодня такой многопрофильный обзор с отсылками к кино, к литературе, к музыке и вот теперь к истории. Возможно, вы помните, что когда Петр Первый решил основать Санкт-Петербург, он ездил по губерниям и помогал выбирать работников. Работяк, которые должны были строить город. И выбирал он будущих работников, не наблюдая за тем, как мужики и бабы работают, а за тем, как они едят. То есть накрывались огромные столы, и те, кто хорошо ели, наворачивали с аппетитом, опустошали одну тарелку за другой, их отбирали. А те, кто ковырялись там что-то, перебирали эту еду, оставляли еду на тарелке, их не брали, потому что считалось, что они плохие работники. Так вот Доня наша и пляшет, и поет, и на трех работах работает, и еще на своем горбу тащит селимона и всю его многочисленную семью. А вообще, конечно, навернуть вот так вот пасты, навернуть пиццы перед сном, это действительно, для этого действительно нужно просто иметь отменную пищеварительную систему. Хотя Доня нам, конечно, на это ответит, уже были такие аргументы со стороны Дони, слышались, она нам, конечно же, скажет, что она ложится спать в 5 часов утра. То есть она вот сейчас поест в 12 часов ночи, а потом у нее впереди еще 5-6 часов, она не засыпает так рано, она ложится под утро, то есть она лежит в кровати, но засыпает только под утро, а просыпается где-то в 11 часов утра или в полдень. Поэтому у нее там свой распорядок дня, и не лезьте со своими указаниями. Хочет есть пиццу, съест пиццу, хочет есть пасту, будет есть пасту. Тем более, что если вдруг среди ночи ей захочется перекусить, у нее на этот случай есть очень полезные перекусы. Яблочко. Доня тащит из бара яблоки себе в каюту. Все сначала, правда, перелапает, перещупает, но это вот у нее такая манера. Она любит пощупать, потрогать. Ей необходим этот тактильный контакт. В общем, какой контраст с той же Галиной с канала «Жизнь» на юге Англии. Я сюда сейчас немножко приплету Галину. Почему? Потому что у Галины вышло новое видео. Она как раз-таки вернулась из Египта, сразу помчалась в лес, чтобы собирать одуванчики и крапиву. Вообще, наши дамы сейчас, будь то Галина или та же мадам с юга Франции, они сейчас все перешли на травы. Галина полностью переходит на травы, на одуванчики и на крапиву. Поехала в лес специально набрать крапивы, сварить супчику, а также набрать одуванчиков, чтобы тоже из них что-то готовить. Будет она эти одуванчики мариновать, будет и крапиву солить. В общем, короче, посею лебеду на берегу. Наши девушки европейские сейчас переходят на травы, на крапиву, на одуванчики, на подножный корм, можно даже сказать, чтобы держать себя в тонусе. Вот она, европейская элегантность. А Дония все мечтает о каких-то Европах, о какой-то там Европе. Дония все мечтает, не может успокоиться. Ну, значит, нужно тоже переходить на подножный корм. Переходи на одуванчики, переходи на лебеду, переходи на крапиву. Это ведь все растет. И вот Галина, кстати говоря, поехала специально на машине, набрала сумок, но была разочарована, потому что поехала в лес. Все это растет вдоль тропинки, а там все время выгуливают собака. Эти собаки сут и срут, короче говоря. И Галина была разочарована тем, что вот крапиву приходится собирать, и неизвестно, кто там на нее попиписил, покакашил. В общем, короче говоря, в следующий раз Галина поедет в Чистополе. Я, говорит, хотела изначально ехать в Чистополе, но так соскучилась по лесу. Я, говорит, так устала уже от этих пальм, от этих песков. Сначала этот круиз с вылазками на острова, потом Египет. Устала Галина. Ей захотелось такого вот европейского пейзажа с елками, с деревьями, с березками, с травами и так далее. Ну, вот такая тенденция сейчас намечается у наших европейских девушек. Переход на травушку-муравушку, переход на одуванчики, переход на крапиву. Ну, Адония жирует. Жирует на своем теплоходе, жирует на своем судне и пока что не готова, я так понимаю, переходить на крапиву и на лебеду. Ну, то ли еще будет. Все-таки девушкам нашим, о которых я говорю, Мадам Эс, Галине, им уже все-таки под 70, а Дония только под 60, ничего пожирует, а потом тоже перейдет на здоровое питание. Благо, крапива, одуванчики, лебеда, наверное, будут расти всегда, никуда не денутся, и Дония еще успеет переключиться на более здоровый образ жизни. Вот такие у нас новости из круиза. Если у вас есть какие-то замечания, дополнения по всему вышесказанному, пожалуйста, пишите, делитесь. Я всегда с превеликим удовольствием читаю все ваши комментарии. Благодарю всех, кто подписался на мой канал, кто поставил лайки. Надеюсь, что у вас все хорошо. Будьте здоровы, берегите себя. Ну и, естественно, до новых встреч на моем канале. Пока-пока.